Давайте дружно откажемся от полифилов. PHP 7.3 порвал всех. Подписчики eWebDesign сделали про нас игру. Подписчики eWebDesign сделали погнали. Пи-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-п Пищенковью веб-дизайн по экзибиту. Я встроил твой погнали-впогнали, чтобы ты мог погнать. И на самом деле на улице-то очень новогоднее. Вот так, если даже вообще... Знаешь, поговорить про погоду, как обычно, когда не про что поговорить, надо про погоду. У меня из окна пробки видны. Я имену анальные, естественно. У меня видны фонарики, шарики. У всех все классно, у всех все светится. И такое настроение. Вот у меня нет елки, в отличие от тебя. Но я абсолютно в приподнятом настроении, как, я надеюсь, и наши подписчики. Ну, слушай, во-первых, да, нам надо сказать, что мы подкаст «Суровый веб-проект Ювеб-дизайн» сегодня у нас 27-е, да? Мне просто в слайке это написано 25-е, потому что мы изначально 25-го собирались это записывать после католического Christmas. Абсолютно. Но мы решили не портить этот праздник светлый. С моим присутствием, да, этот светлый праздник. Поэтому 27-е декабря, я не поверишь, я хотел сказать 1089-й выпуск. 1889-й выпуск пока. Я хотел сказать 1889-й год, я бы хотел сказать, потому что... Ну, у нас такая атмосфера с тобой сегодня. Знаешь, игривая. Максимально. Уже такая полубредовая, я бы даже сказал, потому что мы как раз со стрима «Фронт-энд юности». Ну, то есть, на самом деле, мы уже час назад оттуда сдёрнули. Причём нас оттуда, на самом деле, вырезали просто как опухоль, и всё. То есть, ребята не справились с нашей энергетикой. Не справились с управлением, знаешь, как в новостях говорят. Да, как в автомобиле. Поэтому... Ну и таки всю душу из нас вынули. Мы уже нашим патронам это сказали на пресс-шоу. Вот. Поэтому мы теперь вялые все. Мы вялые, но я скажу, смотри, если вы тоже хотите из нас вынуть душу, если вы вдруг хотите нас подключить к своей конференции, возможно, вы хотите подключить нас к своему баблу, то можете написать на work-sobaka-ewebdesign.ru, понимаешь? Да я-то понимаю. Я-то такие вещи сходу понимаю. Прям вот оп и ловлю прям вот. Тем более, что вы пишите-пишите на work-sobaka-ewebdesign.ru, а я сейчас говорю по новому микрофону, блюете. К сожалению, это не реклама. Они нам не написали на work-sobaka-ewebdesign.ru. Но вы напишите. Вы напишите. Вот ты лично, Виталий, и ты, Константин, напишите оба. Да, потому что на самом деле у Никиты сейчас не должно быть посторонних звуков никаких, наконец-то. Или наоборот, ещё больше их станет, и они будут отчётливее слышатся в ваших радиоприёмниках. Ну, с учётом того, что ты включил... Ты же кардиоиду включил, да? Ну, вот я тоже кардиоиду. То есть это по конусу на тебя направлено просто, и всё. Вот. То есть там не должно никакого пердения сзади слышаться. Ну, очевидно, что если ты гейн до хрена прибавишь, то будет всё слышно. Ну, у меня пердения только сзади у тебя. У меня иногда спереди срабатывает. Я как бы ещё это в организме не отдебажил, но почему-то бывает такое. Хотя, опять же, как ты ссал, всё равно было слышно на пресс-шоу, поэтому... Ладно, мы не будем опускаться до известного подкаста. Начнём с первой темы. С первой темы начнём... Кстати говоря, она моя. По какой-то причине. Представь себе. Вот я подстроил именно перед тем, как ты нажал кнопку рек, а я, например, мы нажимаем здесь кнопку рек, она у нас такая большая. Я, кстати, вспомню, что я ещё хотел сказать. Вот. Ну, давай я скажу, можно? Ну, скажи, скажи, скажи. Сегодня новогодний, можно вообще темки не говорить. У нас сегодня... Знаешь, как на работе, когда все уже в предвкушении праздника, все балдеют, ходят, значит, кто-то подходит там к коллегам. Вот ты также к коллегам сейчас подошёл и хочешь что-то сказать. Вот. Я как раз, да, про коллег я хочу сказать. Я просто сейчас... Настолько вот мы с тобой сейчас по-другому это говорим. Ну, то есть, вот, мы говорим практически каким-то педагогическим языком. Я даже не говорю там про отсутствие матов, например, да? Потому что я сейчас в кость у Гончарова, если честно, превратился на секунду. У-у-у-у. У меня он с затуха, как он, как он вылез просто. Ну, тогда у тебя, по идее, в карманах должны распухнуть деньги. Ну, видишь, я думаю, что... У меня, слушай, другое что-то уменьшилось, поэтому как-то деньги, значит, не греют. Ты меня, что-то недостаток в другом месте комментирует. Вот, да-да-да. И я как-то вот, меня уши вяли немного от известного подкаста. Вот, поэтому как-то хочется действительно каким-то академическим языком, языком, на котором говорили Пушкин и Достоевский, Гоголь, в конце концов. Вот именно этим языком хочется дальше рассказывать про итоги года по версии Яндекса. Давай будем стараться. Ты рассказывай, да. Давай будем стараться. Будем стараться сегодня максимально новогодний подкаст так, как будто нас потом будет цензурировать какой-нибудь Константин Эрнст, например. Как будто нас бабушки наши будут слушать. Знаешь, такой, не, не знаю. Тест на возрасте не прошел. Я тебе уже прикалываю, как будто опять же нас будет цензурировать. Так вот, короче, Максимус нам предлагает отличную новость про Яндекс. Максимус, на полном серьезе. Почему-то именно в этот раз я заржал. Я помню, что это не первое, что нам Максимус предлагает. Нам просто... Почему-то именно сейчас у меня уже предистеричное состояние, и Максимус меня просто поверг именно в смех. В общем, Максимус предлагает отличную новость от Яндекса. От Яндекса новость про 2018-й и, конечно же, про то, как яндексили, как искали в поиске Яндекса, на их поисковом движке, что искали за весь 2018-й год топы. Топы, топы, лучшее, что темы 2018-го года в поиске Яндекса. Здесь чем этот топ вообще отличается от других топов? Тем, что поисковые запросы здесь можно фильтровать по региону конкретно. Можно по всей России посмотреть, как в Яндексе индексили. Можно посмотреть, как, например, в Челябинской области индексили. Или в Московской, да? В Московской вообще есть такая область? А, или это вся Россия? Да. Потому что я здесь не вижу в Московской области. Возможно, с ней какие-то проблемы. Возможно, это не Россия просто, я понял. Вот именно, это уже как бы к другим относится. Ты лучше мне скажи, кроме регионов-то тут есть что-нибудь прикольное, типа ушедшие? А это прикольное, кстати. Здесь есть мемы, например, такая категория мемы, и мы можем посмотреть, как мемы искали в России или в Челябинске. Какие топовые мемы? Ну, давай, давай попробуем. Давай сначала по всей России, потом прожжем по Челябинску. Настой, пожалуйста, свои фильтры на всю Россию, на свои локаторы. Подожди, Кобзон умер? Во-первых, да. Во-вторых, давно. Я бы не знал. Ну, то что ты, может быть, типа Раскрепалей еще не слышал. Нет, ну, это ты про мемы, да, сейчас? Давай так, смотри, давай зайдем, какая нам категория с тобой в российских хочется посмотреть, но кроме мемов, конечно же. Давай музыку, сразу с музыки. Начнем просто с бодрого, с чего-то. Я нажал на музыку. Здесь меня просто перекидывает практически по якорю на музыку. И я вижу, что здесь можно увидеть композицию на первом месте. Это Кацка плакала. Кацка плакала на первом месте, которое искали в Яндекс, соответственно, в Яндекс.Музыке. В Яндекс.Музыке можно послушать ее. Например, что здесь... Не, мне хочется верить, что это все-таки именно полный Яндекс. Это не искали в Яндекс.Музыке, а просто искали в Яндексе. Хорошо. Ну, да, да. Я имею в виду, что эти треки можно послушать на Яндекс.Музыке, здесь даже нам предлагают. Очевидно, конечно. Причем, знаешь, как искали Кацку плакала? Если ты нажмешь, что искали, то у тебя будет написано «Песня украинская плакала», «Песня мама молода», «Песня плакала на каком языке». И, между прочим, я вот до того, как прочитал эти запросы, не знал, что это за песня, не понимал. Но я по радио слышал эту песню, и теперь я понимаю, что «Мама молода», я там тоже слышал, и, соответственно, это она. Вот то это популярная песня оказалась в Яндексе. По запросам, конечно же. Давай, например, Филипп Киркоров на четвертом месте. «Цвет настроения синий». Вот. И тут его, знаешь, как искали? Что такое текини? Я, да, я именно это и смотрю. Я тоже не закрывал, что искали. Просто, насколько я помню, в композиции Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» там вообще про текини нет. Или я что-то не понимаю, но потому что там мне казалось, что он поет «Цвет настроения синий» в руках мартини, или внутри мартини, а в руках бикини, мне казалось, он говорил. Нет, он так и есть. Просто я сейчас посмотрел, и текини тоже есть, видимо. В одних... Ну-ка, подожди. В одном из версий? Текини – это одна из, так сказать, один из брендов мартини. Да, внутри мартини, а в руках текини. Я тоже бикини всегда слышал. А оказалось, текини. Хотя нет, тут другие пишут, типа, что не, поется бикини. Вот бред, а. Я всегда слушал бикини, даже не задумывался ни о чем. Представляешь, мы с тобой не знали настоящего текста. Ну ладно, давай, допустим, музыку опустим. То есть мы уже поняли принцип. Не, допустим, опустим музыку, как вы могли подумать. А я имею в виду, продолжим наш ряд. От музыки пойдем к другой категории, потому что, ну, музыка, музыка, вы поняли принцип. Давай пойдем к играм, например, по-быстрому. Ну давай, поднимемся обратно. Игры в России, игры в России. Кстати говоря, я, к сожалению, посмотрел и в Челябинске до того, когда мы готовились к подкасту, и тут не очень-то меняется топ. Но Far Cry 5 почему-то в Яндексе очень сильно ищется на первом месте. Кстати, как его искали? Как его искали? Если ты нажмешь на что искали, будет Far Cry 5, дата выхода в PC, скачать игру Far Cry. Ну, судя по тому, что написано скачать игру Far Cry, то мы видим аудиторию Яндекса, собственно, и русскую аудиторию, что люди-то хотят скачать сразу непосредственно. Вот. Мне очень нравится у Лары Крофт. Самое спешное, это AFK-SKN-5. То есть это просто на русском. Тоже хорошо, AFK-SKN-5, да. Мне нравится на шестом месте, что Shadow of the Tomb Raider, of the Tomb Raider, здесь пацаны, пацаны, да, тум, пацаны пишут по-русски Shadow of the Tomb Raider скачать на ПК. Опять же скачать, тут скачивальщики. Пацаны скачивальщики. Окей, хорошо, давай посмотрим по людям. Интересно, какие люди. Есть ли мы там с тобой? Давай, люди. Игорь Акинфеев на первом месте за 2018 год. На втором месте Хабиб Нургомедов. Давай посмотрим, по что искали. Не Нургомедов, а Нурмагомедов. Ой, Нурмагомедов. Я просто даже раньше, мне кажется, неправильно читал. Да, Хабиб Нурмагомедов. И, ты знаешь, тут даже иногда и неприлично читать запросы, по которым ищут. Например, вот Акинфеева жена-дети. Это кто? Это несколько людей. Акинфеев жена-дети, например. Сын Акинфеева фото, например. Такое ищут. Причем это выводит Акинфеева в топ. Это крипово, на самом деле, да. Так же тупо, как «Что с дзюбой?» Хабиб Нурмагомедов, что у него с ухом? Да. Вот, то есть и такое спрашивают. Президент Хорватии фото в купальнике. Такое есть? Ну, как это где? Ну, собственно, это четвертая строчка нашего чарта. Да, президент Хорватии фото в купальнике. Я пошел, на самом деле, искать, собственно, по этому запросу. Да. В общем, интересно, интересно. Вот это уже более интересно и как бы пикантно, можем так сказать. Что у нас еще? Ну, давай события, потому что, скорее всего, события интересовали тоже всех. Потом мемы посмотрим, а потом к Челябинску пойдем. Ну, давай, события. Чемпионат мира по футболу, конечно же, всех взволновал. И что искали? Это что такое Мондиаль? Спрашивали. Ну, как бы Мондиаль, правильно, ну да. Вот. Или Мондиаль. Что еще? Слушай, я не знаю. Я думаю, Мондиаль. Ну, как, знаешь, это вообще-то не очень русское слово, поэтому... Ну, согласен. Скорее, у французов надо было бы, наверное, спросить. Что еще здесь у нас искали? Какие события? Ну, зимняя олимпиада в Пхенчагане. Ничего такого особенного. Зимняя вишня. Это пожар. Как, собственно, президентские выборы в России. Ничего такого особенного. Президентские выборы, да. Вот что здесь было? Ну, кандидаты в президенты. Спрашивали, очень интересовались, кто же будет кандидатом в президенты 2018 года. Да. Результаты выборов спрашивали. Про Керчь мне нравится. Запрос, что случилось в Керчи, вся правда. Вся правда, да. Вот так хотят сразу. Отравление Дева Скрипаля сути. Там еще бы это, краткое содержание по литературе школы. Да. Ну, мы видим, кстати, что люди, на самом деле, интересуются политическими новостями не хуже, чем футболом. И это, в принципе, уже радует больше, чем то, что у нас там фото сына Акинфеева хотят увидеть. Окей, давай пойдем к мемам российским. Российские мемы. На первом месте Уганда Наклз. Ну, это, на самом деле, мем первой половины 2018-го. Там же и стоит на январе Пансон, да. Да-да-да. Поэтому он потом ушел. Даже, между прочим, Яндексили, do you know the way? То есть, даже английский могут переключать в Яндексе. Представляешь, не the shadow of the Tomb Raider, а вот могут переключать. Что еще искали? Например, мафиозник. Знаешь ли ты такой мем мафиозник? Я не знаю, нет. Я тоже не знаю. Мы с тобой, походу, не сильно. Трое в кокошниках. Тоже не в курсе. Мемы про болельщиков в кокошниках. Это какие-то футбольные мемы. Это Вика. Откуда мем про Вику? Я Вика, и у меня? Сын маминой подруги. Окей, но это мы знаем. Сын маминой подруги, да. Лох цветочный тоже. Тоже знаем. Про моделька смешно. Про моделька знаем. Алды тут. Тоже знаем. Выбился как-то в топы. Хотя это, мне кажется, достаточно свежая тема. За себя и за Сашку. Он, собственно, он ноябрьским и значится. То есть, это именно новый мем, да. За себя и за Сашку я, на самом деле, кстати говоря, я вроде знал этот мем, но он такой тупорылый. Мы же крадется почему-то на 10-м, к сожалению, хотя он был очень популярен в свое время. Мне кажется, более популярен, чем это Вика, но почему-то он здесь. Видимо, где ты и где аудитория Яндекса по этому. Согласен, абсолютно. Тем более, что сын Акинфеева. Давай Челябинская область. Давай Челябинская область. Ставлю сейчас сверху. Очень интересно, на самом деле, по музыке в Челябинской области, потому что мы, раз мы с нее начали, то ей хочется послушать, что искали в Челябинске по музыке. И здесь Филипп Киркоров. Вот тут у нас все-таки Тикини-то на первом месте. Тикини. Тикини на первом месте. Очень рад. Есть ли что-то такое особенное? На самом деле, ничего особенного. Гонфлад здесь появился. Здесь есть Гонфлад, да. Ну, видно, что у нас на Урале преобладает... Егор Крит, миллион алых роз. Преобладает. Хип-хоп у нас на... Хип-хоп все-таки. А давай посмотрим на людей в Челябинске. Мы с тобой, может быть, знаем кого-то из этих людей, потому что раз Челябинск, может быть, это локально... У нас, между прочим, рыбка популярнее, чем во всей Москве. И у нас Путин есть в людях. Интересно, интересно. Фото Путина в разные годы сравнения у нас гуглят. Яндексят, простите. У нас президента Хорватии тоже интересуются президентом Хорватии, тем более купальником. Причем у нас на первом месте интересуются фото в купальнике. Ну, логично, логично. Все логично. Давай пойдем к событиям в Челябинске, опять же. И события в Челябинске – это отмена занятий в школах из-за холодов. У нас, потому что это все-таки превалирует, холода, нежели бой Макгрегора и Хабиба. Это одни и те же люди запросы эти оставляют, но отмена занятий в школах их все-таки волнует больше. Землетрясение на Урале, кстати говоря, нихрена себе, Катав Ивановский. Я не знал, что у нас землетрясение было. Да ладно. Ты что, я же 74-ру, мне кажется, канала стопудово репостил. Там прям много про это было. Там больницы потрескались, там до свидос вообще. Естественно, там была куча теорий заговора, что у нас не может их по определению быть, и у нас там суперпутинскую бомбу испытали под землей, ну и всякое такое. Ага, я понял. Главное, чтобы сына Акинфеева не испытывали. Самое главное, мусорный кризис в Челябинске на восьмом месте – это большая была проблема, и, возможно, где-то даже остается в каких-то дворах, если кто-то не знал. У нас в Челябинске была такая тема, что они вывозили мусор очень жестко, и у нас прям Челябинск, он выглядел как в «Звездных войнах» в седьмом эпизоде, когда Рэй ищет всякие, короче, хрени на планете, на своей планете, чтобы продавать их. Вот примерно так у нас выглядел Челябинск, как седьмой эпизод «Звездных войн», начало. Вот, концерт Ленинграда всех интересовал, да. И давай к мемам пойдем, к мемам. Челябинские мемы. Челябинские мемы должны быть суровы, я думаю. Ну, тут опять же «Уганда Наклс». Похоже, что мемами не интересуется Челябинск, потому что это аудитория. Да, здесь, на самом деле, тупо калька всей страны. У нас, смотри, у нас есть «Как тебе такой Илон Маск?» И у нас восьмое есть «Я, П, три звездочки, раз». Мем про льва, лев кричит. А ну, я знаю, что это за мем, я знаю, я видел его. Ну, я тоже видел, да. Почему-то это Вика опять на четвертом месте, да что такое? Придется гуглануть, откуда мем. Да, да. Еще хочется из Челябинска что-нибудь взять такое интересное, хотя бы, может быть, фильмы или телешоу. Давай телешоу. Наверняка там... Наверняка там суровый веб. Наверняка там суровый веб, там холостяк на первом месте, потом замуж за Бузова у пацанки. Битва экстрасенсов. Что искали? Ну, как что искали? Битва экстрасенсов. Когда будет новый сезон «Битва экстрасенсов» в 2018 году? Вот так вот интересуются. Фильмы я быстренько нажму там движение вверх. На восьмом месте еще «Экстрасенсы. Битва сильнейших». И там в запросах «Битва сильнейших экстрасенсов» на ТНТ без рекламы. Видимо, вот нет проблем в стране никаких, кроме рекламы в «Битве экстрасенсов сильнейших». Вот такой замечательный, мне кажется, топ тем Яндекс.Запросов составили пацаны из Яндекс. Большое спасибо им. Интересно, где все-таки Москва, я так и не понял. Я так реально не понял, где Москва. Ну, видимо, она только во всей России фигурирует и все. Я, кстати, сейчас перешел на всю Россию по телешоу. И холостяк и замуж за Бузова поменялись местами. То есть в Челябинске холостяк больше интересует людей, чем замуж за Бузова, а во всей России все-таки Бузова. Потом, естественно, тоже «Битва экстрасенсов-пацанки». Потом есть танцы. Вот проект «Танцы» вообще никак не популярен в Челябинске, а во всей России он на пятом месте. Похоже, что у нас и так все танцоры уже. Вот да. Пойдем. Передача, оказывается, взвешенная и счастливые люди. Нормально. И во всей России она на десятом месте, а в Челябинске, естественно, такого не бывает, поэтому как бы да. Ну, ладно, уходим отсюда. Какой вывод мы из этого сделаем? Давай вывод сделаем, действительно, потому что, ну, это все-таки итоги года, тем более Яндекс и запросов. Я считаю, что как-то в Челябинске поприкольнее, чем во всей остальной России я делаю вывод. Вот так я посмотрел, и у нас как-то, у нас, во-первых, смотри, у нас какие-то события классные в Челябинске. Ну, типа, про мусор не вывозят, землетрясение, метеорит только вот, только его нет. И, понимаешь... Мы живем в другие области, там какой-нибудь Краснодарский край, там сейчас какой-нибудь там мор помидорий. И там еще какой-нибудь бред у них тоже. Ну, слушай, давай про мор помидорий, ну, давай, давай, действительно, давай смешную какую-нибудь область возьмем, например, Санкт-Петербург. Ну, это прям базары нет, уржаться можно. И зайдем в их местные события. Давай. Открытие станции метро Беговая, ну, что это такое? Ну, закрытие магазина Кераута, ну, что это? Оставка героя Полтавченко, ну, запуск Яндекс.Еды, ты считаешь, это нормально? Ну, что это? Закрытие магазина... У них закрытие магазинов, понимаешь? Гастроли цирка Дюсалей. Ну, кому это сейчас надо в 2018 году-то, извини меня? Ладно, Питер уже фигня. Давай дальше. Какая-нибудь, знаешь, экстравагантная Омская область. Давай, их события. Казалось бы, Омская птица. Споры вокруг кинотеатра Первомайский. Открытие театра. Выбор Губина. Открытие ресторана. Ну, ладно, визит Владимира Путина в Омск, я согласен. Но как-то, знаешь, на пятом месте. Мне еще интересно, что произошло с кинотеатром Первомайский. Ты посмотри, какой там всплеск вообще. Там прям очень большой шарик. Предложение назвать аэропорт в честь Егора Летова. Вот, ну то есть, это смешно. Давай третью. Вот просто убедиться, что у нас самое классное. Краснодарский край. Краснодарский край, я думаю. Как я и сказал. Да, давай. Первое. Убийство в поселке Псибай. Вот, уже пошло. Наводнение в Краснодарском крае. Вот. Смотри, как в Челябинске. Вот мы, казалось бы... Взрыв в таком заводе в Белореченске. Вот, как в Челябинске. То есть, у нас как Краснодарский край уже мы. Мы вот не рядом с морем, не рядом с чем-то, знаешь. Но у нас практически какой-то... Выпуск шоу-комик в городе. А как это не про... Доспадик, закрытие магазин. Это не как с приездом Путина. Ладно. Крупный град, между прочим. Вот, вот где катаклизмы. Давай последнюю от меня, Красноярский теперь. В Сибири что у нас происходит? Красноярский. Холодно должно быть, наверное. Выпуск программы Орел и Решка самое главное. Вы серьезны, да? Ну, возможно, у них никогда ничего не снимали. И тут вот выпуск программы Орел и Решка про Красноярск. Потом выбор губернатора на втором. Тут Красноярск-то политизирован. Третье открытие кинотеатра Тетеринфильма. Тут все, гипермаркет открыли, Ашан-Сити. У них, видимо, это опять же первый магазин. О, наконец-то пожар во дворце спорта имени Ерыгина. Ну, согласитесь, что в Челябинске, в Челябинске, вот одни из горящих новостей. Ну, Краснодарский край чуть-чуть как бы приближается, но я согласен полностью, что где вся Россия и где Челябинск. Да, да, да. Максим, спасибо большое, что предложил такую замечательную новость про Яндекс-темы. А давай пойдем теперь к следующей теме, уже более к разработческой, потому что у нас с тобой хоть и новогодний подкаст, да? Новогодний-новогодний, да не очень-то. Хочется затухнуть прямо вот на темке от пацана, который имеет лишний вес. А я не дам тебе затухнуть, потому что я все такие темки буду проскальзывать, как детскую горку, просто стоя и упал в конце просто. Ну, давай, давай. Нам ее фронтендер предлагает, поэтому, конечно, можно ожидать, что она... О, давно не виделись. Да, на самом деле, просто ты давно темки его не брал. Так-то он каждый раз по 4-5 предлагает просто и все. Вот, поэтому, да, толстый – это про Криса Койера. Он, напоминаю, уже у него там дети, он уже подтянутый, он там уже просто Атлант, который плечи расплавил. Атланта расплавил, это у нас в Челябинске, Атланта расплавил плечи. Да, да, да. Так вот, и он говорит о том, что есть два, в общем-то, противоборствующих взгляда на том, почему не надо использовать полифилы в вебе. То есть, что такое полифил? Полифил – это такая библиотечка, такой инструмент, который в старые браузеры, которые не поддерживают новые какие-то фичи, он эмулирует их поддержку с помощью 10 тысяч строк кода. Вот, и сейчас популярен такой подход, называется Non-Polyfillable Web, то есть, когда мы не используем полифилы. Так вот, не использовать полифилы можно по двум причинам. Первое – это просто смириться с тем, что сайты не выглядят одинаково во всех браузерах, и как бы просто так и делать. То есть, люди, которые заходят с Е8, они должны осознавать, что они заходят с Е8, и они должны страдать. Точнее, даже не столько страдать, сколько они должны выглядеть привычные для себя говносайты, ну, то есть, плохо сверстанные и с неподдерживаемым индексом DB и сервис-воркерами, условно. То есть, ну, это, на самом деле, имеет право на существование, вот. Но в чем суть? Ну, точнее, не в чем суть, сначала вторую еще скажу. Если бы поддержка… Ну, короче, второй путь – это вообще не использовать такие фичи, которые где-то не поддерживаются. Вот. Это, на самом деле, конечно, достаточно такой экстравагантный способ, с учетом того, что… Ну, то есть, это зависит от того, о каком ЕЕ идет речь, условно говоря. Ну, вот именно. Давайте не использовать ничего, что для шестого ЕЕ не подходит. То есть, тут, очевидно, какая-то точка отсчета должна быть хотя бы 11-й Е. Вот. Хотя вот 11-й ЕЕ не поддерживает проксирование фронтовое. Поэтому… Ну, как бы, короче, окей. Допустим, мы берем реальность, что там… Окей, индекс DB там не поддерживается в Safari, все, мы его не используем. Хотя, я думаю, Safari они даже не рассматривают в таких случаях, особенно, потому что сейчас везде один Chrome. Но неважно. Вот два таких подхода. И Крис Койер, рассматриваю, почему вообще, как бы, он сам склоняется больше ко второму подходу, на самом деле. Это к какому? К такому, что не использовать такие фичи, которые где-то не поддерживаются. Ну, то есть, это громкое заявление, но стараться не использовать те вещи, которые поддерживаются только в одном браузере, например. Давай вот так будем, осторожнее скажем. Ну, а это… Подожди, стой. Я просто предварю то, что ты развернешь его мнение. Просто, короче… А это не кажется ли тебе, или ему, или мне, или кому-то, что это будет тормозить вообще, в принципе, все. Всю жизнь, всю разработку, и весь веб, и неиспользование новых фич – это как бы, ну, такое. Ну, вот смотри. То есть, он здесь рассуждает в каком ключе. Что на самом деле первый пункт тормозит. Что когда ты имплементируешь поддержку разного кода на разных браузерах, ты увеличиваешь свою кодовую базу. Ну, то есть, тебе приходится писать больше кода, и особенно, когда ты это делаешь там через собака supports, через add supports в CSS, например. То есть, ты уже пишешь if-ы, условно говоря. И в такой-то браузер вот это, и в такой-то браузер другой. То есть, ты двойную работу уже выполняешь. И это типа полное говно, потому что мы усложняем наши проекты, и вообще веб усложняется, веб тяжелее из-за этого становится. То есть, это же в два раза больше кода. Ну, конечно, это условно в два раза. То есть, там на треть больше, если у вас много таких критических фич. И это как раз даже модернайзер для этого использует. А он тоже тяжелый. И типа нахрен это не надо. Это называется технический долг. Ну, то есть, когда у тебя именно... Ты даже тестов, по идее, должен писать для автоматизированного тестирования в два раза больше. Потому что ты должен тестить и там, и там, и тот кусок кода, и другой. Вот. И он говорит, на самом деле, то есть, ну, нужно понимать, что в какой-то момент это действительно актуально. То есть, это все диктуется, на самом деле, бизнес-задачами, функциональными требованиями. То есть, если, ну, блин, кровь из носа надо, чтобы это было, то как бы ты как миленький используешь полифил, и да. То есть, здесь вообще об этом сложно рассуждать с позиции именно разработчиков, потому что не всегда разработчики определяют вообще, чем они занимаются, да. Ну, мягко скажем, не всегда. Даже вот ребята из фронт-энд юности говорили, что там бизнес душит разработку. Что, типа, им говорят, надо вот это, то, 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 и они бедняги не успевают мутирующие тесты использовать. Тут как бы, я даже не знаю, как на это вообще. Я как узнал, охренел. Даже в Яндексе бизнес губит разработку. Душит. Да, душит, простите. Это я уже, видимо, губитель. Я губить только всех хочу. Пригубить, возможно, ты хочешь, потому что 28-ое уже на часах. Согласен, да, кстати, на часах уже 28-ое. Ну, и вот, скорее всего, говорит, что он склоняется во втором, ко второму варианту, потому что так, говорит, безопаснее. Так меньше что отвалится. Меньше, говорит, нужно там поддерживать коды и так далее. И он, конечно, пишет, что это не очень прикольно, и это не контринтуитивно, потому что мы, типа, не прогрессируем. Ну, как ты и сказал, что мы… Что вообще путь progressive enhancement – это когда ты наворачиваешь фичи для тех, для кого их можно навернуть, ну и, соответственно, не наворачиваешь для тех, для кого не надо их навернуть. Типа, это вообще, ну, считается стандартом де-факто, такой способ имплементации, когда это возможно. Типа, он интуитивный, но он пишет, что это все зависит от всего, это зависит от тестировщиков, зависит от объема вообще, количества тестов там и так далее, и даже от документации. И он говорит, ну, вот вы делайте, как хотите, а мне вот второй способ, типа, ближе. Вот я тебе его позицию высказал, сейчас я быстро скажу свое мнение, что на самом деле я понимаю, о чем он говорит. То есть я тоже очень люблю, когда открываешь сурсы, и они прям блестят, то есть там все настолько интуитивно, идеально и классно, а вот эти вот ифы, какие бы они ни были, тоже там нормальные, или свичкейсы условные, они все равно печалят, то есть они делают это более запутанным, и там обязательно прокрадется такой бред, что ни один иф не сработает, и это сложно одебажить, ну, как бы, я понимаю, о чем он говорит, но это на самом деле, ну, тоже, мне кажется, может затормозить. Но я не буду сейчас, раз ты уже начал говорить в эту сторону, ты очевидно, что ты ее и разовьешь, я не буду у тебя воровать, так сказать, твой ответ, вот. Но я как бы и его, я всех понимаю в этой ситуации, я понимаю и первый подход, и второй, и твой, и вообще. То есть, ну, это от проекта к проекту, наверное, зависит. Вот как-то так. Ну, если ты хочешь мою точку зрения узнать, то я тебе скажу, что надо разделять, мне кажется, на две категории. Вот функциональность и верстка, да, допустим. У тебя есть старый браузер, например, E11. Короче, делаешь, чтобы функционально все работало, делаешь, чтобы верстка была такая, что хотя бы видно поля, куда вводить там данные, формы и так далее. Просто какая-то верстка. Функциональность все работает. Люди, которые сидят на E11, уже видят много сайтов, до этого видели, с версткой, которая им не очень нравится. Что-то там заполнить, им не нужно отваливаться от тебя, чтобы что-то заполнить, потому что все круто. У них все работает. В их E11 заполняются поля, все работает функционально. Верстка, да, окей, поехало, плохо. Но мы ничего с этим делать не будем, нет смысла это вообще поддерживать, забить на это дерьмо просто и все. Но это мое мнение, опять же. Еще супер bad practice, конечно, фу, точнее, наоборот, good practice. При этом написать, если у чувака user-agent E11, один раз ему дать плашку, что чувак у тебя, короче, плохой экспириенс на твоем браузере, поменяй его. Ну или смотри с хреновым экспириенсом. Все, вот примерно, вот это, думаю, что нормальное развитие такое событий, короче. Просто некоторые вещи из функциональности реально невозможно сделать на E11 и E. Я вот, например, сейчас загуглил, есть ли полифил для сервис-воркеров. И как бы он есть какой-то там один, но его никто не использует, потому что, ну, это практически невозможно. Вот, то есть, ну, как бы все пишут, что, ну, нет, нету. И все. То есть, ты не сможешь симулировать вот эту хреновину. Ну, то есть, как бы это все равно нужно головой себе что-то давать, что если невозможно, то невозможно. А, такой вообще... Не, не, хорошо, окей. А такой функционал, какому... Хорошо, какой клиент, просто портрет клиента, которому нужен такой функционал? Для чего, вот, например? Вот отрубило интернет, а состояние приложения у тебя уже не потерялось и отправилось автоматически, когда у тебя подрубился интернет. То есть, бесперебойная типа работа, но хотя бы, чтобы вот, ну, нормально это все как-то было. Ну, то есть, типа, какая-нибудь банковская, да, тема. Я просто пытаюсь понять, вдруг это для пользователей обычных, в обычной жизни не нужно. Ну, типа, условно, ну и ладно, окей, пусть у тебя будет отрубаться интернет и будет все теряться, например. Не, ну, это-то понятно. Просто вдруг я, как хозяин, так сказать, стартапа какого-то, хочу, чтобы вот, а именно у нас не отрубалось. И поэтому... Не, хорошо. Выбрали нас. У Е11 отрубается, у Хрома не отрубается. Так же можно сделать? Вот, ну, это как раз первый подход. Ну, это просто, это не функциональность. Это, знаешь, это супер юзабилити какое-то. То есть, это не то, что, блин... Не знаю, если кто-то это заявляет как киллер фича. Наши отличия от конкурентов. Это, по факту, для них становится функциональностью. Ну, только не для Е11. Ну, это очень тонко как-то. Знаешь, типа, мы делаем сервис, у которого ничего не теряется, но всем наши клиенты сидят с Е11. И, короче, ну, как-то... Пока очень узкое дерьмо какое-то. Ну, вот я хочу призывать наших подписчиков. Кстати, блин, мы же не сказали, что мы выходим в премьере. Наверняка мы выходим в премьере, как, собственно, и обычно. Вот все зрители премьеры тоже пишите, какие вы считаете есть юзкейсы, которые могут опровергнуть, так сказать, Никитину теорию. Что, типа, функциональность тоже может быть критична. Но это так, опять же, ну, дискуссии ради. Ну, согласен, потому что вдруг сейчас этот подкаст в премьере выходит 31-го под Оливье максимально. Ну, мы, наверное, так не будем делать, потому что тогда его просто не посмотрит никто. Вот. Но, тем не менее, да, да. Следующая тема у нас это... Чего у нас там? А, у нас там... Следующая тема... Ну, прежде чем выбор, мы должны немножко, как бы, ну, ничего-нибудь сказать. Ну, да. Давай, расскажи. Смотри, смотри, смотри. Принято под Новый год дарить подарки. Согласись? Ну, вот принято. Ну, вот ты не уйдешь от... Если ты поверь, да. Не уйдешь от того, чтобы просто хоть кому-нибудь, хоть один подарочек подарить. И я считаю, что наша елка с тобой, вот общая елочка, мы ее посадили, она находится в том лесу, который называется patreon.com.euWebDesign. И, наверное, любой наш слушатель хочет сделать кому-нибудь приятное, например, нам. В Новый год patreon.com.euWebDesign можете приятное делать там чуть ли не от двух долларов. И это приятное будет расти до скольки долларов вы пожелаете? Абсолютно. Даже если вы не хотите, например, подписываться на много, сделайте хотя бы в январе приятное нам. И мы с вами будем, тем более новый контент, который будет появляться, будет вам доступен пораньше, если вы будете хорошее, большое, приятное нам делать. И вообще, если прочитаете, то здесь подарки не только с вашей стороны, но и с нашей стороны. Вы дарите одно под елку, а мы вам кладем другое под елку. Стикеры, подкасты заранее и вообще, ну, и особенно хорошее настроение в подкастах мы вам дарим. Поэтому, пацаны и девчонки, patreon.com slash ewebdesign – это то, где можно нам презентовать что-нибудь. Ну, это круто. Это действительно наша такая елочка. Ну, я хочу просто здесь же, пока еще мы какой-то рекламный блог устраиваем, пока еще не все слились, потому что это всего лишь первый рекламный блог. Так вот, рассказать, что у нас на канале проходит конкурс с нашим разовым, так сказать, спонсором installook.ru, проходите по ссылке в описании, там просто видосик мы записали, можете поучаствовать в розыгрыше магнитиков. Там прикольно. Получите веб-дизайновский подгончик такой небольшой. Знаешь, для кого подгончик небольшой будет? Для Калюни лучшего. Вот Калюня лучший прокомментировал нам на сайте, а мы ему как подарочек, небольшой подгончик, мы ему его темку и рассмотрим. Возможно, он сам из города Выборг, потому что он предлагает тему именно про этот город. Довольно удивительно для маленького города, но, по-моему, очень стильно. Фирменный стиль города Выборг. Выборг.ми. Ну и тут есть у него видос на Ютьюбе, но мы давай начнем с сайта. Короче, на Выборг.ми это лендуха, айдентики, не побоюсь этого слова, айдентики города Выборг. Фирменный стиль самого необычного города России. И я начну с того, что вот мое отношение вообще к слову Выборг и к городу Выборг, все, что я вот про него знаю, вообще вот, если хоть один чувак нас слушает и был такой же, как я, говна, говнаю, вот, то многие такие люди собираются именно в этом городе, потому что он, ну, выглядит практически как гребаная цитадель какая-нибудь. Знаешь, как будто какой-то замок во Властелине колец. И там, между прочим, то ли рядом с Выборгом, под Выборгом, знаешь, вот хочется сказать, где-то там вот проходят всякие романуарские сходки, всякие хоббитские игрища и всякое такое. Ну, чтобы ты понимал, последний косплей Джайны Праудмор, который выиграл на Близконе, его тоже там снимали. Вот, потому что антураж, потому что выглядит так, как будто ты действительно в каком-то Игре Престолов, как будто ты где-то в фантастике. Точнее, фэнтези, если быть точным. А почему? Потому что везде какие-то колокольни, какие-то башни, какое-то чё-то, и всё сохранилось. Всё, конечно, ну, в таком виде, может быть, печально, может быть, реставрация, может быть, как-то, ну, ещё только возводят их нормально, делают, восстанавливают. Но, тем не менее, выглядит всё достаточно под старину. Ну, это, кстати, ещё супер граница с Финляндией или с Эстонией, я не помню точно. Ну, тем более, тем более. То есть, там пацаны с бородами, пацаны с топорами, с молотами. То есть, это соответствует всему. Вообще, антураж соответствует людям. Короче говоря, Выборг, пацаны сделали фирменный стиль для города Выборг. И смотри, сразу видно логотип. Сразу видно логотип. Вот здесь вот на логотипе видно логотип. Это такая W, практически W. Да, но вообще это V, наверное. Две V, которые так вот немножко как бы с закруглением соединены. Так, как будто, знаешь, это вообще на самом деле, как будто это у логотипа про борьбу со спидом. Ну, ты понял. Продлили такие ручки, сделали. Я понял, да. А вообще, знаешь, на что это похоже? Это на много чего похоже. Это похоже, например, на одну из... Как будто это вот все башни, башни, башни идут. И это одна из башен с таким сверху, с какой-то штукой. Да, да, да. Мне напоминает, кстати, воротничок. Ну, или просто человечек, воротничок, да. Ну, короче, классный такой неоднозначный логотип Выборга. Здесь есть таймлента и вообще описание про Выборг. Кто мы такие, какой город, чем он отличный. Отличный от остальных. Ну, я уже сказал, чем он отличный. Поэтому здесь вы видите тоже фотографии старых зданий, старых улиц. Мамын всякие. Он не отлагает. Это как-то даже... У меня на... Берегодливо. У меня на хроме не лагает. Хотя надо было на Firefox, конечно, смотреть. Но на хроме не лагает. Короче, судьба Выборга в России оказалась непростой. Здесь написано, подводя итог. Потому что видно, что полуразрушенные здания при разных политических строях были, в общем, изменены здания по-разному. И кроме того, что логотип мы увидели, пацаны сделали еще и шрифт. Пацаны сделали еще и шрифт. Ты можешь, в принципе, плавно проскролить до шрифта. Тут очень много обсасывают логотип. Очень много. Здесь есть видос про фирменный стиль города Выборг. Классный достаточно видос. Я его посмотрел. Сделали шрифт. Отдельный Выборг-Санс. Беззасечковый шрифт. На котором... Даже не столько на котором, сколько... Вообще по нему видно. Дух Выборга немножко сохранен. Потому что он отдает таким чем-то, во-первых, таким европейским. Таким чем-то рубленным. Таким чем-то жестким. Северным, может быть, возможно. Короче, подходит под стиль. И самого логотипа. И Выборга самого по себе. Выборг-Санс. Прикольно. Классный. И айдентика тот самый. Ключевой прием, как вот здесь они описывают. Это на вот эти серые... На вот эти вот такие готического стиля здания накладывать какие-то вкусные цвета. Яркие. Делать очертания города более яркими. Какие-то такие яркие пятна, короче, делать. Колоритные очень. Короче, вот это тупо айдентика Выборга. Суперфирменный шрифт, их логотип и вот эти цвета. Там, где вот розовый, это твой Выборг, извини, перебиваю. Он большой. Мне там кажется просто огромное количество жоп разных. Мне кажется, что это... Знаешь, что они сделали? Средним разрезом, где-то именно брюки в объеме. Это вот из соус-парка, где много голых мужиков. Да, 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 да. Короче говоря... Ну нет, оно, конечно, прикольное, я ничего не говорю. Тут дальше смотри, 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 и в самом конце, или не в самом конце, ну... Ну и, конечно же, это не готическое. Это я, знаешь, тебе как с уроков МХК сейчас пришел. Готическое такая супер высоко вверх стремится. Такие, как... Не, ну хорошо, настроение готическое у тебя. А, ну это окей, это хорошо. У меня всегда такое. У тебя еще более готическое. Если бы ты в Выборге жил, мне кажется, ты бы уже не жил до 27, ты бы не дожил, скажешь. Короче, смотри, здесь есть по Лебедеву тупо макапы, но они взяли фотки, наверное, этого нет, а может быть и есть, в городе, и вставили туда, а может быть и есть. Не, ну они так пишут, это концепция, как будто бы все-таки это осталось концепцией. Наверное, да, вставили туда, вот как бы это выглядело, с их шрифтом, с их цветами, с их фотками. Выглядит достаточно прикольно. Там какие-то мужики с пузами стоят, просто я не могу... Да-да-да, логотип классный, логотип неплохой для Выборга подходит, как мне кажется, хотя я не был в Выборге. Может быть, если бы я был в Выборге или жил бы, был бы жителем Выборга, я бы по-другому относился к айдентике. Но мне в целом очень нравится стиль, современно, хипстерски, как бы это сейчас сказали бы, мы бы. Подписчики наши, если кто-то из Выборга, пишите, как вам вообще, чё вам, как? Тебе как? Давай так, тебе впечатление, хотя бы краткую рецензию. Честно, максимально никакое. То есть вот как пук в лужу какой-то. Мне, как водится, только авоська нравится в самом конце, где это твоя Выборга и авоська тканевая такая. Ну ты авоська, че, я понял. Ты любишь взять в магазине что-нибудь в такую. Ну согласен. Я, понимаешь, опять же, я, с учётом того, что я музеич и вообще краеведач, я, в принципе, уверен, что если бы я туда приехал, ну я бы забалдел от города, от того, как я бы там ходил, узнавал, что-то как-то, ну, то есть мне бы город сам понравился. Вот. Шрифт, мне он странный, кажется. То есть даже буква «Р» вот эта, с капелькой какой-то. Ну такое ощущение, что вот я бы, если кастомил, я бы так же коряво накастомил. Как-то это не выглядит суперпрофессионально. Вот. И, соответственно, всё вот это вот... Ну, блин, не Лебедев. Как бы это даже не какая-то там ода Лебедеву. Ну, что-то не то. Что-то какой-то некий аматоры, короче говоря, делали. Аматоры. Ты имеешь в виду, что недостаточно профессионально. Ну да, да, да. То есть это даже не я, ну, как бы, если вдруг чуваки слушают или им передали наше мнение, короче, это даже не то, чтобы оскорбление. То есть имеется в виду, что... Я так понимаю, это всё равно не совсем на каком-то государственном уровне или... Да нет, конечно. Там же видно прямо, где именно на гаражах плакаты висят, там прямо видно, что они подфотошоплены, что они прямо висят. То есть чуваки просто сделали, ну, и сделали, короче, на свой вкус и на свои возможности. Поэтому я бы тоже сильно не относился к этому строго, во-первых. Во-вторых, может быть, слушай, после этого Лебедев сделает айдентику и мы сравним. Мне кажется, Лебедев ничего бесплатное особо не делает. А думаешь, у города Выборг нет заказов, да, таких? Не будет финансирования? Мне кажется, нет. Я вот смотрю на этих мужиков с пузами, и мне кажется, что они не хотели бы свои налоги и деньги отдавать Лебедеву, потому что им и так хорошо они стоят, балдеют что-то там около гаражей каких-то бараков. Обалов. Окей, пойдём дальше к следующей темке, которую ты, кстати говоря, хоть это и твоя темка, но ты к ней относишься, как ты знаешь, не очень серьёзно. Нет, я к ней серьёзно отношусь, на самом деле, может быть, это слишком серьёзно, потому что здесь чувак, который Алекс Прозоров, это, кстати, из Песочницы, то есть это не перевод, это он сам писал. И у него здесь, знаешь, такая нищная статья, то есть за курсовую работу бы сошло по какому-нибудь, не знаю почему, причём не по интерфейсике, как бы, а не по UX курсовой работы, а именно по математике, потому что у него здесь машинное обучение и формула. В чём суть? Он придумал, что нужно делать предиктивное поведение веб-интерфейса, что когда ты подносишь курсор к пункту меню, он уже будет, выпадал заранее, потому что интерфейс понимает, что, скорее всего, ты на него наведёшь. И типа, по его мнению, это было бы удобно. Вот. На самом деле, я просто, ну, сразу скажу, что мне кажется, это было бы неудобно. Ну, тем более, что он на CodePen запилил пару примеров, я потом спрошу у тебя, прикольно тебе или нет. Вот. Но мне бы это было неудобно. То есть, я просто это ответственно заявляю, что я хочу полностью контролировать, что происходит в моём интерфейсе. Как пользователь, я имею в виду. Сугубо как пользователь, даже не как программист. Вот. Я хочу прямо вот на краешек какой-нибудь наводить и вот на краешек и аккуратно там нажимать или что-то такое. Ну, то есть, да. Ну, сейчас тут немножко истории. Опять же, показывает, как Яндекс выглядел в 99 году, вот. Причём уже тогда дизайн и слоган был Артемий Лебедев. Знаешь, мне сейчас немножечко складывается в голове, может быть, он за счёт Яндекса поднялся. То есть, везде там было написано, что он дизайнер, и к нему просто люди начали обращаться, типа, а сделай нам тоже дизайн. Ну, во-первых, чтобы сделать Яндексу дизайн, это уже надо быть каким-то кем-то. Ну, слушай, просто познакомиться как-то. Ну, я не знаю. Ну, опять же, мне казалось, что и до этого он был... Ну, короче, не то, что и до этого, а именно когда они там, он им сделал чё-то, он уже был кто-то. Нормально, хорошо, да, он же не хрен с горы был, я тебя понял. Но нам, собственно, автор-то, Алекс, кажется, его зовут, да, Алекс Прозоров, он рассказывает о том, что в те времена интерфейс говорил сам за себя. Кнопки выглядели как кнопки, чекбоксы все выглядели как чекбоксы, а ссылки как ссылки. Вопросов не возникало вообще, куда нажать и что сделать. Сейчас уже есть определённые вопросы, сейчас не все ссылки синие и не все кнопки выпуклые, потому что UI, потому что все хотят рисовать разное, всё это у нас изменилось там и так далее. То есть теперь мы привыкаем к интерфейсам, и если мы уже, опять же, используем вот Яндекс там, я не знаю, сколько-то лет, то вот эта жёлтая кнопка найти, мы уже понимаем, что это кнопка, просто потому что мы уже привыкли и так далее. И он пишет, что ему было бы интересно, но неважно, в любом случае, даже если с учётом того, что мы привыкаем, каждый новый интерфейс нам всё равно даётся тяжело. То есть мы к нему долго привыкаем, это всё происходит как-то болезненно, хотя я не знаю, причём есть болезненно, но неважно. То есть как-то это происходит натужно. И если бы интерфейс нам сам помогал рассказать, что он вообще нам предлагает, то было бы лучше. Потому что порой некоторые пункты меню, например, если говорить про его конкретный пример, которые выпадают, они даже не выглядят как выпадающие пункты меню, пока ты непосредственно на них не наведёшь, ты этого и не поймёшь. И он предлагает такой интерфейс, который нам сам помогает понять, что он за интерфейс, так сказать. И на самом деле я бы даже сказал, что вот просто рассуждая про его задачу, то есть он, грубо говоря, нам задачу сейчас поставил. Как сделать, чтобы интерфейс сам говорил, сам обучал о том, что у него. Кроме всяких вот этих пошлых подсказок, которые, знаешь, затемняется весь экран, и ты пошагово, в четыре шага, тебе сначала нажмите сюда, нажмите вот это, нажмите третье, нажмите четвёртое, всё, вы обучились, готово, погнали. Понимаешь, да, о чём? Типа туториал такой. Ну, типа туториал на тултипах, да, когда особенно реально вот затемняется прям весь экран, и, ну, осветляется только тот пункт, который тебе предлагают нажать, вот, и ты должен либо нажать пропустить обучение, либо, ну, нажать далее там несколько раз, пока тебе показывают, вот это у нас кнопки, вот это у нас пункты меню, а вот это у нас поисковая строка, а вот здесь вы можете нам написать на почту своё там мнение. Всё, вот такие. А он хочет, чтобы интерфейс сам, сразу скажу, вот рассуждая просто про такие вещи, мне вспоминается игра Cut the Rope, была такая игра на телефонах, ну, то есть она и сейчас есть просто в говно превратилась, но неважно. Там, когда ты только первый левел заходишь, там, когда первый раз вот эта ниточка с леденцом, там, ну, такая рука фантомная показывает тебе, что можно провести и обрезать ниточку, вспомни. Да-да-да. То есть прямо она, ну, показывает, как это делается, она это не делает, она тебе показывает, и ты сразу схватываешь. То есть всё, вот тут надо отрезать. А мне вот эти вот, именно такого типа подсказки очень нравятся, то есть, ну, грубо говоря, зашёл я первый раз на Яндекс, ну, у меня там в куках или где показывается, что я тут не бывал никогда. Да-да-да. Ну, наведите перчаточкой мне на кнопку найти, что, типа, на неё можно нажать. Ну, условно. Понятно, что кнопка найти – это и так достаточно очевидный приём, но неважно. Ну, наведите на что-то другое мне просто, именно так, ну, фейково, и я сразу разберусь. Это проще, чем сделать то, что он здесь делает автор. Сразу вспоминается Doodle Jump. Если помнишь, после установки, когда ты первый раз играешь, там мини-обучение есть, то есть, ты там начинаешь прыгать, и там такими стрелками, типа стрелочками, да, и подписями подписано. Здесь Jump, здесь Shoot, здесь там бла-бла-бла. Всё. Eat, Drink, Calm, Repeat. Или как там было? Вот тут примерно то же самое. Так. Ну, и всё. А он решил, короче, нейронку написать, которая будет высчитывать именно, как курсор двигается и с какой скоростью. Я не буду обременять ни себя, ни вас геометрическим, математическим и прочим бредом, который он здесь реально пишет, что если мы приближаемся к тому моменту, который мы хотим нажать, то скорость у нас уже уменьшается. Ну, то есть, ну, это логично, да, когда ты подъезжаешь к стоп-сигналу, ты уже начинаешь немножко тормозить для того, чтобы тебе камера потом штраф не прислала. Вот здесь то же самое. Когда ты приближаешься к тому пункту меню, на который ты собираешься нажать мозгом, у тебя рука начинает медленнее двигаться при приближении. Вот он предлагает написать хреновину, который будет это высчитывать и будет открывать тебе выпадающее меню, когда ты к нему поближе уже пододвигаешься, так сказать. Вот. И все. Ну, можешь самый последний пен включить, который именно... Ну, перед... Я включил. Я включил его. Я уже его включал, пока ты рассказывал. И там именно демонстрация того, как типа заранее он понимает, что нужно открыть дропдаун. Да, да, да. Менюшку. Да, да. Вот. Я, короче, что тебе могу сказать? Что неудобно, во-первых. Вот именно. Я с этого начал. Я сильно... Это так отвратительно. Это как будто... А, на что же мне это напоминает? Когда, знаешь, скроллинг делают кастомный. Ну, согласен. Да, это как хайджек скроллинга стопудово. Мне, знаешь, что напоминает, когда ты курсор с сайта выводишь, и тебе, а, нет, не уходите, получите наш промокод. Вот. Короче, что-то так плохо прям, я не знаю. Он бы хотя бы, ну, может быть, это как-то и имеет место, да, быть. Но, может быть, это как-то по-другому надо реализовать, я не знаю. Ну, что-то как-то вообще прям... Это так пугает. Это, короче, даже если... Особенно, если ты не знаешь. Ладно, я тут знаю, навожу. А когда ты не знаешь, вот это хреновина будет вываливаться, будет... Не знаю. Вообще, как-то что-то вываливается, это неприятно. Короче говоря, как-то, знаешь, не очень он меня вдохновил. Ну, то есть круто, что чувак занимается какими-то исследованиями, придумал алгоритм. Он здесь реально страшные слова говорит, что это там алгоритм там писькино-сиськино, а это там такая-то хрень. Фильтр частиц, алгоритм скользящего среднего. Ну, то есть там что-то он умный, вот. Но в итоге, опять же, пуг какой-то в луже получился. Да, кстати, в комментариях тоже этот пуг очень сильно обсасывают, потому что говорят, что не очень круто. Ну, там все, причем чуваки еще кокетничают, говорят, что, ну, как бы, наверное, я просто консерватор там туда-сюда. Все открыто не говорят, типа, чувак, ты просто просрал свою жизнь зря из-за того, что ты полжизни это сделал. Ну, и там, ну, и надеюсь, на сайтах никогда этого не увижу. Вот такое. Вот нормально, пацана порадовали. Не зря. Ну, зато пост на Хаббер написал, уже все хорошо. Может быть, даже ему плюсиков накидали там. А, его еще тут затроллили, что у него 35 килобайт из 40, а все сборки это нейронка. Что, типа, это долго как-то, ну, много. Хорошо, хорошо. Ну, вот да. Причем, с учетом того, что следующая темка опять моя, я, опять же, доверяю вот эту отбивочку между темками тебе. Хорошо. Отбивочка между темками. Вот, допустим, если тебе нужна нейронка, чтобы рассчитать, когда нужно открыть дропдаун-менюшку, то тебе абсолютно не нужна нейронка, чтобы выбрать хостинг. Тебе даже не нужно быть семь пядей во лбу, как говорится. Тебе даже не надо заканчивать среднее образование. Тебе даже не надо уметь читать и писать, чтобы пойти на Smart Tape. чтобы зайти на ewebdesign.ru slash Smart Tape, например, и по нашей рефералочке зарегистрироваться на Smart Tape, собственно говоря. И, знаешь, вообще, в принципе, не умея ничего это делать, как я вот сказал, никаких скиллов, и зарегистрируешься на Smart Tape, ты можешь эти скиллы приобрести, когда ты просто там разместишь свой сайтецкий, на котором напишешь. Учусь читать и писать. Я Вася из первого класса. И люди будут заходить на твой сайт на Smart Tape, он будет так быстро летать, всех будет так это радовать, что тебе, знаешь, тебе уже ничего не надо будет. Возможно, ты станешь миллионером, я не знаю, возможно, ты станешь известным человеком. Только потому, что у тебя быстро летает сайт. Поэтому neobesign.ru.smarttape, пожалуйста, пацаны, ну вы сами знаете, все, уже сто раз все всем говорили, как не в 2019-м попробовать новый хостинг для себя? Вообще, да, я считаю, это тоже отличный подарок на Новый год, раз мы сегодня говорим здесь про подарки на Новый год, это своему коллеге подарить хороший хостинг, на год сразу его платите просто, и будет балдеж. Потому что это вообще, это то, с чего следует начать Новый год, а как новую жизнь начать, перейти на сферу быстрого хостинга от Smart Tape. Поэтому обязательно ныряйте в описание по нашей реферальной ссылке, и вы и нам сделаете в том числе новогодний подарок, если оплатите сейчас себе NVMe хостинга гипер с 200 гигабайтами сразу на 3 года. Конечно, конечно. Пойдем к следующей теме. Кто быстрее? У меня тут написано в Slack'е. И, кстати говоря, это снова твоя тема, мы вот так вот сделали. Да, и это снова фронтендер, и это про, чтобы ты понимал, хостинги тоже. Ну, то есть, опять же, я даже не хочу рекламировать Kinsta.com, который эту статью написал, потому что это хостинг другой, а у нас есть только один хостинг, и имя ему Smart Tape. Так вот, здесь они нам рассказывают о том, что вышелся PHP 7.3, вот, и он сильно быстрее всех предыдущих, ну, не сильно, но быстрее предыдущих PHP. Не сильно и не быстрее, но предыдущих. Смешно, да. Не, ну, он действительно, он быстрее, чем предыдущие PHP, и на Kinsta.com у них он уже есть. Вот, что они хотят нам сказать. Вот, но, понимаешь, на Smart Tape sky is the limit. Ты на VPS-ку можешь хоть хрен собачий себе накатить, и он у тебя там тоже будет. Хоть ххвм, прости господи. Поэтому тут как бы вот купить нас тем, что он у них уже есть, и можно выбрать просто из выпадалки на беспонтовом шарит хостинге, не куплюсь. Нет. Вот, но мы можем воспользоваться ими и рассказать вам о том, что PHP 7.3 просто крутой. То есть он на всех моментах, он реально быстрее работает. В том числе наш WordPress любимый. В том числе и на 4.9, и на 5.0. А WordPress 5.0, чтобы ты понимал, я сейчас не буду открывать тебе секрет, но он работает не так, как 4.9, именно по скорости. Так. Вот. Но прежде всего я скажу, что оказывается, я-то и не знал, а оказывается, хип-хоп виртуал машин перестал поддерживать PHP. То есть та хреновина, которая изначально была для PHP, теперь не поддерживает PHP? Да, потому что, ну, Facebook же форкнул PHP, сделал язык хэк. Так. Вот. И хэк теперь работает в ХХВМ, а сам PHP нет. Ну, там, с какой-то версией, с версией 3.30, если быть точным. То есть теперь нельзя понтануться, если ты разработчик на PHP, сказать, что «а я свой могу Facebook поднять на ХХВМ». Не могу, не поддерживай. Да, да, теперь не можете. Ну, опять же, если говорить о цифрах, то WordPress с PHP 7.2. Да. На PHP 7.2 работает 148 запросов в секунду, а на ХХВМ 145. Ну, то есть как бы PHP 7.2 уже работает быстрее, чем ХХВМ, та версия, которую PHP поддерживала. Поэтому как бы не очень-то и хотелось. Правда, нужно оговориться, что WordPress вкупе с WooCommerce, ну, там посложнее выборки, их побольше, там отрыв больше. То есть PHP 7.2 92 запроса в секунду, а ХХВМ 70, ну, 69.5. То есть здесь уже разрыв чуть ли не на треть, ну, тут на четверть, на самом деле. Если мы говорим о чистом WordPress, там разрыв всего в 5 запросов, то тут в 30. Ну, в 22, опять же. Уже не уметь считать. Ну, в 5. Ну, вот, да. Поэтому как бы ХХВМ не очень-то и хотелось, пошел кого нахрен. Вот. Но теперь, если сравнивать уже PHP 7.3 и PHP 7.2. Кстати, вот у нас, Никита, угадай, на каком работает ее дизайн? Просто мне хочется понимать, а какого ты мнения о нашей инфраструктуре? Я думаю, на 7. На седьмом, как минимум. На какой версии, я не скажу, но на седьмом. Ну, у нас 7.2.13, на самом деле. Просто 7.3 его еще, я не помню, он для Центоса вообще его сделали или нет. То есть там у нас же на Центосе не чистый PHP, у нас PHP FPM. Это именно для Nginx, короче говоря, имплементация. Поэтому там, по-моему, 7.3 просто еще не сделали. То есть 7.3 есть в чистую, как именно интерпретатор. А как вот такой модуль для Nginx, его еще и нет. Но у нас 7.2.13, и он тоже крайне быстрый. То есть, ну, серьезно. Кстати, я недавно у нас MarioDB обновил с пятой версии до десятой. Там именно супер-мажорный был релиз, который, причем он был уже очень давно, и он сильно быстрее работает, поэтому у нас сейчас вообще просто у нас не сайт, а я не знаю. А еще и Smart Tape. Так, если бы не Smart Tape, я бы не мог так легко все обновлять. Потому что, блин, там по СССРу подключился, и там предиктивно он команда же за тебя иногда выполняет. Начинает, ты даже не делаешь. У тебя дроп-дауны сразу открываются сами предиктивно, и нормально. Вот именно. Я просто себе даже настроил, чтобы у меня Юм, пакетный менеджер Центоса, мне присылал на почту, что он обновляет. И он там чуть ли не каждый день мне все обновляет. Поэтому там, блин, это, конечно, это музыка, то, что Smart Tape делает. Но неважно. Мы просто сейчас скажем разово, что OpCache используется, естественно, стандартный, PHP-шный. И на нем смотрим, как что работает. Несколько результатов. WordPress 5.0. Актуальная хреновая она. Уже 5.02 вышел, между прочим. PHP 7.2. 226 запросов в секунду. PHP 7.3. Порядка 260. 253. Представляешь, да? То есть уже еще на, там, ну, тут о долях сложно говорить. Ну, на 20 процентов. Ой, на 20 запросов. То есть в процентах это, наверное, 5. Ну, что-то того. Так. Вот. Обрати внимание. WordPress 5.0. 253 запросов в секунду. WordPress 5.0 с WooCommerce 70 запросов в секунду. WooCommerce реально сильно затормаживает все это дело, потому что там... Ну, возможно, это старые костыли, потому что этот WooCommerce, он там еще и, я не знаю вообще как, он жив и здоров сам. И кто его там переписывает, и переписывает ли его. Да нет, он на самом деле, нет, его сильно поддерживает, он сильно лучше. Там, кстати, вот опять же предиктивный бред, там его только установил, и там еще хрен в WordPress обратно попадешь, он тебя заставляет сразу говорить, в чем ты продаешь, в фунтах или в стерлингах. Ну, он сразу тебе супер-магазин наворачивает поверх твоего там этого. Да-да-да-да-да, собственно, из-за этого все и тормозит. Что говорить-то? Вот. И теперь обрати внимание, есть еще этот просто WordPress, подожди, не просто. Твою мать, я чутарик запутался. Короче, в 5.0.2 на 10 запросов. Вот, 4.9.8. WordPress 4.9.8 чуть-чуть быстрее, чем 5. Вот, что я хотел сказать. Это был спойлер. Ну, точнее, это был не спойлер, это то, что я не сказал в самом начале, когда мы начали эту тему. WordPress 4.9.8 работает чуть быстрее, чем пятерка. Видимо, из-за Гутенберга. Не знаю, из-за чего. Хотя Гутенберг это на бэке, то есть на фронте-то там. Ну, мы немного что-то добавили, то есть это надо смотреть именно по поводу того, что change lock, так сказать. Вот. А между прочим, здесь пишут, что на самом деле мы ожидаем, что WordPress 5.0 именно с течением версии дальше будет все-таки быстрее работать. Ну, то есть, что они его доработают, потому что они, говорят, очень быстро его выпускали. Гутенберг их рашил. Там, видишь, entire WordPress 5.0 project has been rushed. Гранч их, короче, делали, поэтому она чуть-чуть медленнее сейчас. Вот. Ну, и потом тут миллиардное полотно того, какие фреймворки тоже как по скорости работают. Вот. Между прочим, Symfony медленный, медленнее WordPress. Laravel, конечно, в 2 раза быстрее WordPress. Что говорить-то? Интересно, здесь есть ИИ или нету? Возможно, все забыли уже, возможно, про это. Ну, тем не менее. Актобер CMS, ларавельная CMS-ка, всего лишь 25 запросов в секунду. Это ноль практически. Какой-то бред. Я даже не знаю, как они это написали в своем уме. У Joomla 40 запросов в секунду. Ну, это тоже вот смешно. Просто хочется в кулачок посмеяться, и все. Друпал. 36 запросов в секунду. У WordPress, например, 260. Ну, как-то даже, как им не стыдно было это писать, я не знаю. Но, в общем, вот такую нам KingStackom сделали статистику. Для меня просто вот я хотел рассказать о том, что первый, WordPress 7.3 быстрее. Второй, WordPress 4.9.8 быстрее, чем 5.0. Третий, WooCommerce сильно тормозит. Четвертый у нас на веб-дизайне 7.2.13. PHP и я Марию Дебебной. Хотелось как-то просто похвастаться. Вот. Поэтому вот эта темка была именно для этих целей. Хороший вывод. Что-нибудь у тебя всплыло в голове? У меня, знаешь, у меня вот всплыло. Хочется сказать, вот когда PHP... Может, вот всплыло. Когда PHP уже перестанет, на самом деле. Ну, вот люди вообще перестанут, знаешь, можешь пытаться сказать, что PHP все-таки еще не такой плохой. То есть, уже, мне кажется, PHP практически сравнялся с такими языками, как Python. В скобочках не сравнялся, конечно. Но хочется верить, что надо прекратить уже гнать на PHP полностью на 100%. А воспринимать его как достаточно мощную тему. Понятно, что еще пока не... Понятно, что еще пока не Java. Но, тем не менее. Ну, Java-то он и не будет никогда. Опять же, из-за отсутствия статические типизации. Вот хэк как раз и хип-хоп виртуал машины — это что-то типа Java-вской концепции. Потому что там она тоже в виртуалке выполняется, как и в JVM. Java-виртуал машин. Поэтому как раз вот там они что-то к этому привезут. Кстати, очень хотелось бы посмотреть хэковские цифры. Ну, то есть какой-нибудь там... Я не знаю, на нем вообще CMS-ки бывают или нет. Ну, что-то у Facebook сколько запросов в секунду. Ну, так. Там, конечно, такая балансировка, наверное, бешеная, что там это не на одном инстансе все делается. Там просто космос. Миллиард запросов в секунду. Там на SmartApe, я думаю, они. Как минимум. Я думаю, они просто комнату целую в SmartApe подкупили под Facebook. Им же хватит комнаты одной? Ну, я думаю, что да. Чего у них там трафик-то, Господи? Ну, я смотрю, какой комнат, если... Комната, например, у какого-нибудь... В общем, у какого-нибудь Константина, который нас слушает. Представляешь, там какая комната? Ну, у него в однушке там 15 квадратов, я думаю, как обычно. У Константина-то нашего, поэтому... Нет, у него, знаешь, какая комната? Вот когда, короче, подъезд, знаешь, и там в подъезде одну маленькую такую помещенец сдают под комнату. Где-то еще это... У тебя голова, где ноги у пацанов, где люди ходят, а вот у тебя голова там окно выходит. Вот, думаю, такая комната. Примерно 3 на 3 сантиметра. Короче, ладно. Идем к очень крутой новости. Вот сегодня были крутые, но это по-настоящему крутая новость. Neuron Insomnius запилил игру. Запилил игру про YouTube Design. Абсолютно. Не шучу сейчас. Ноль шуток. Я серьезен сейчас на 100%. Neuron Insomnius запилил игру про YouTube Design. С Новым годом! Пишет он нам на сайте и прикладывает ссылку на ubesign.rubbledown.ru Возможно, до этого он использовал этот домен, чтобы хостить, знаешь, сайты про курсы валют. Знаешь, раньше это было очень популярное хреново, на курсы валют, смотреть, как рубль падает. Я просто помню, как сейчас сайт назывался, типа, какой-то там дзен. Да-да-да. Точно точно. И я на него заходил, на самом деле. Я в какой-то момент вспоминал именно, как он называется. Я на него заходил. И там уже много чего накрутили. Там уже гараж продают на нем и все такое. Но свою функцию он по-прежнему все равно выполняет. То есть там можно посмотреть на курсы. Как же он, блин, назывался-то? Какой дзен-то? Дзен-рус, вспомнил. Ну, дополнительная реклама. Я не буду от Neuron Insomnius отнимать внимание. Да, Neuron Insomnius, ты заходи, заходи. Погнали! Вы все, слушатели, просто представьте замечательную игру, написанную практически на Unreal Engine движке. Собственно, зрители видят и так эту замечательную игру. Здесь на фоне, на бэкграунде звезды летят. Просто где-то в космосе игра такая, знаешь, как будто там практически фантастика. Фантастика. Сеттинг фантастики. Хоть здесь есть и достаточно реальные вещи, такие как реклама Smart Tape. Попробуйте хостинг Smart Tape с логотипом. И логотип Eweb Design с надписью Eweb Design. Короче говоря, здесь на нашего лирического героя, на ГГ, на главного героя, этого, блин, я не побоюсь сказать, шутера. Вот. 3D-шутер. 3D-проекта. Да, AAA-проект, абсолютно. AAA-проект. Вот у этого героя, который, между прочим, у него написано на футболочке Apple, а он имеет красную кепочку, такую, как у Сани примерно. Мне кажется, это казалось, что это Саня. ГГ. Но здесь такой, знаешь, главный герой очень мощный. Мне кажется, такие франшизы, как Вольфенштейн со своим этим... со своим... Блажковичем. Забыл, как зовут. Блажковичем. Да, со своим Блажковичем. И другие франшизы тоже с популярными персонажами. С Солид Снэйком. Не сравнится. Да не сравнится абсолютно с этим чуваком, который собирает яблочки. Если вы увидите, яблочки падают сверху, а он должен их собирать. Причем, мне кажется, сюда надо добавить какой-то такой прикол, что когда ты собрал все яблочки, например, хотя бы считались секунды, за сколько ты их собрал. Ну, как минимум, для геймплея, да? Кто быстрее соберет все эти яблочки. Можно было бы сделать, чтобы... Тебе нужно было бы после собрания яблочек уйти в какую-нибудь дверь. Ты в эту дверь ушел, у тебя посчитались секунды, например. Вот. Можно было бы сделать другой уровень, другой уровень, посложнее. Например, там был бы не SmartApe, да? А Патреон уровень. Уровень Патреона, на нем было бы посложнее, там было бы несколько градаций. Не только яблочки бы валились, да? Но что еще? Но еще бабки бы валились сверху. Короче говоря, можно подумать, пацаны, вообще, я бы призвал всех, не только Нейрон Инсомниус. Вообще, Нейрон Инсомниус, может, это... куда-нибудь на какой-нибудь гитхаб, так сказать, загитхабить. Я думаю, в Steam сразу. Сразу в Steam. Ну, а потом нет. Это сначала на гитхаб, мы сделаем, потом в ранний доступ Steam'а. И, знаешь, не за горами миллиарды. Я уже вижу это. Инди проект превратится в AAA. И какие-нибудь, может быть, даже Blizzard обратят на нас внимание. Мы будем в их магазине. Почему нет? В Battle.net. Так же, как... Почему пацаны Destiny сделали? Почему мы не можем, что ли, погнали сделать? Погнали Destiny. Погнали Destiny, да. Короче, пацаны, спасибо большое, что делаете такие штуки. Нейрон Инсомниусу отдельное спасибо. Ну, Нейрон Инсомниусу, я думаю, магнитик у нас за это получится, топудовый. Конечно, конечно. Вот. Такие новости новогодние. Давай дальше. Поздравления практически. Я достаю практически из мешка такие поздравления. У меня сейчас борода как раз такого же размера, как у Деда Мороза. Начинающего Деда Мороза, так что. Можно пойти дальше. Следующая тема, это, опять же, ты так молчишь, как будто ты предоставляешь снова мне слово. Как бы... Не, я не по этому молчу, на самом деле. Короче, да. В общем, тема такая. Смотрите, пацаны. Снова перезагрузка. Взбодрились. 2019 год. Коммуникации настроены. Хочется иногда с кем-нибудь поговорить. Иногда бывает минутка грусти. Иногда бывает минутка веселости, чтобы поделиться с кем-нибудь чем-нибудь. Я вас призываю всех вступать в наш чат, как в наши ряды практически вступать. You're in the army now. Если вы вдруг случайно не в настоящей армии, то вы можете вступить в нашу и зайти на ewebdesign.ru slash about. Там будут ссылки на наш чат в Телеграме. Заходите туда, и будем с вами базарить о чем-нибудь, например. Можем, возможно, вместе коллективно придумать игру про ewebdesign, и запустить ее в Стиме, и получать бабло. Почему нет? Заходите на ewebdesign.ru slash about, и там можете заходить по ссылке в Телеграм. Там не только, на самом деле, ссылка на чат. Как вы думаете? Заходите, одна тупо ссылка на чат. Нет. Там вообще ссылки про нас на ewebdesign.ru slash about. Идем. И, кстати, в прошлый раз, когда ты говорил про чат, по-моему, двое, что ли, пришло. То есть, конверсия есть. Из тех трех, кто смотрел наш подкаст, двое пришло, это уже... Это сейчас 6 процентов, прежде всего. Да. Денис нам предлагает какую-то тему. Какую-то. Почему веб такой сложный, наверное, назвал? Просто, чтобы структурировать всем зачеркнуто многим известные вещи. Это статья с Хабра. Вот. Это очередная статья, которую я не буду сильно вникать. Потому что здесь он опять всю историю от царя Гороха рассказывает, что был фронт-энд. Мы делали сначала статические сайты, а потом начали делать классические веб-привожения на серверных фреймворках, типа там Django, Rails, ИИ, опять же, раз я его уже сегодня вспомнил. Вот. И теперь у нас идет разработка клиентских веб-привожений, которая переросла уже во много больше. Вот. Ну и тут, собственно, он говорит, естественно, статика и классические веб-привожения на серверных фреймворках никуда не ушли. Они есть все еще. Вот. Но добавились еще и клиентские веб-привожения. И фронт-энд, он был и там, и там, и там. Просто в клиентских веб-привожениях он уже занял намного большую, так скажем, нишу. Там уже не просто это jQuery и CoffeeScript, уже там какие-то фреймворки, там React, Angular и так далее. Вот. Потом появился GraphQL, который порешает проблемы с документациями, описаниями и поддержкой REST. Появились TypeScript и Flow, которые типизацию вводят. Появился WebAssembly, который позволяет переиспользовать код из других языков и делать это очень быстро. Вот. Все вот эти технологии, они развязали руки, на самом деле, разработчикам. И сейчас вот те брилы, которые есть уже в вебе, еще пять лет назад в десктопе-то таких нельзя было сделать. Ну, как бы это утрирование, конечно, понятно, что 3D Max был и 15 лет назад. Вот. Но как бы поверить в то, что такое будет в вебе, ну, было, наверное, невозможно. Поэтому очевидно, что это развивается. Просто суть в чем? Суть в том, что фронт-энд сейчас ушел не только в веб, он ушел, например, в мобилки, потому что появились React Native, Plutter, Cardova там и так далее. То есть появилась возможность сделать брилы именно на джаваскрипте. Появился десктоп, типа электроновские приложения, которые тоже можно теперь пилить с помощью тех же технологий. Вот. И суть в чем? Суть в том, что эти люди, которые пишут на вьюшке, например, и пишут на Flutter, и пишут на электроне, у них экспертизы уже практически не пересекаются. Ну, то есть это как бы все типа фронт-энд, типа джаваскрипт и так далее, да? Вот. Потому что они, все эти три момента, которые я сказал, хоть веб-приложения, хоть электрон-приложения, хоть мобильные приложения на Flutter, они могут сработать с одной и той же API-шкой. То есть бэк у них будет один. Вот. И это типа все разный фронт. Вот. Но по факту это же, ну, как бы не просто фронт. То есть, ну, и тут все говорят, вот это сложный. Вот эти все три человека, которые пишут эти разные вещи, они все типа фронт-эндеры, да? Ну, условные. Вот. Но, повторюсь, экспертизы у них даже уже не пересекаются, кроме того, что просто это JS. и сложно стало все просто потому, что все люди запутались, что есть что. То есть, если взять отдельно каждую хреновину, условно там, отдельно написание приложений на Vue или написание доступных приложений на электроне, то это не сложнее, чем освоить там Django или Rails раньше было. То есть, если именно взять, если это все не грести под одну гребенку, в одну кучу, что вот это все фронт-энд, то как бы это не сложно. Просто он настолько многогранен стал, что, ну, что как бы хочется это все в кучу обозвать, так сказать, сказать, что это сложно. Но на самом деле нет. Просто его остаток много. Это, ну, как бы, как говорить, что PHP это сложно, потому что на нем есть 30 миллионов CMS. Но это просто не так. Каждая из них не сложнее там любой другой, ну, если на приемлемом уровне там ее рассматривать. Поэтому вот нужно просто адекватно понимать, что некоторые вещи, они они не являются как бы одним и тем же. Нужно, если их разделить и сгруппировать, соответственно, все по каким-то классификациям, то станет понятно, это просто разные вещи, и каждая из них не сильно тяжелее всего остального. Вот так можно было именно без распыления эту статью обсудить. От Сева Родионова она на хабре появилась. Не знаю, он откуда ее уже перевел, не перевел, да, или сам выродил. Но нам ее предложил кто там? Денис. Ты, кстати, вот что бы ты сказал? Сложный фронтенд или не сложный? Наверное, наверное, сложно. Вообще, на самом деле, я когда на JavaScript смотрю, мне страшно. Почему-то мне страшнее, чем если я смотрю не на JavaScript, на Python, например. Я просто что-то очень сильно Python проникся в плане того, что просто как-то мне он нравится. Вот я как бы не то чтобы пишу, но он какой-то классный, а вот JavaScript какой-то страшный. Так, это, знаешь, мнение как бы бомжа Лео от меня. Вот. Поэтому, возможно, сложный. Кстати, я оговорился, я везде говорю фронтенд, нет, данность была, что веб сложный. Не фронтенд, а именно веб. Просто как бы сейчас веб везде, поэтому вот он сложный. Но, повторюсь, нет, просто, во-первых, Python unreadable, как бы, ну, от этого не уйти. Во-первых, там банально меньше символов. Вот. А во-вторых, у него меньше комьюнити, и там меньше всего происходит в единицу времени. Ну, в Python большое комьюнити, ну, не такое, как в JavaScript, но большое. То есть, я тебе не назвал сейчас, я тебя сейчас не назвал Erlang, понимаешь? Ну, я согласен с тобой, я понимаю, да, о чем ты, но оно больше, И даже Rubini я тебе не назвал. То есть, это, ну да, меньше, чем в JavaScript, я согласен. Вот. И на Python, ну, на нем еще там консольные скрипты на нем пишут, на нем пишут веб-привожения. А что еще на нем пишут? Ну, ты не можешь написать, ну да, бэкэнд, хорошо, окей, потому что там есть тоже фреймворки. Но ты не можешь написать Prill на iOS, на Python, а на JavaScript тебе можешь. Ну, то есть, JavaScript тебе шире. Но лучше ты на Swift напиши на iOS Prill. Это согласен полностью. Как бы. FPS у Cardovo был прям крайне маленький, но вот, например, у Flutter, по слухам, мне, так сказать, друг-коллега рассказывал, что в три раза больше. чем у Cardovo, например, и Flutter'овский FPS уже сравним с Objective-C. Со Swift'ом, конечно, еще нет, но с Objective-C вполне. Замечательно. Дальше у нас финальная темка. Я прям сильно ее ждал. Мне интересно. Это даже, это даже, значит, не финальная. Это вот тоже, ты сильно ждал, я сильно ждал, ты тогда мне так анонсировал, но на самом деле такой пук-пукович, что мы с тобой лучше раздуем, чем сама темка на vc.ru. Как временно изолировать себя от звонков и сообщений и не прослыть сволочи? Это, по-моему, предложенная темка никем. Никем. Она в Патроновском чатике у нас была. А, ну, тогда это великими людьми приложенная темка. Ну, честно скажу, я ее туда скинул, но была она там. Тем более, тем более великими людьми. Значит, действительно, как себя отрубить от звонков, сообщений, notification'ов и не прослыть вот реально последним козлом, который не отвечает на сообщения. Здесь все просто, на самом деле. Причем, лайфхак, если это можно назвать лайфхаком, описывается только для iOS-устройств. Значит, допустим, у тебя есть iOS-устройство. Почему-то человек не думает, что у тебя есть с iOS-устройством связанные такие вещи, как MacBook, такие вещи, как, не знаю, iPad, еще, ну, и куча других устройств. Например, у тебя есть iOS-устройство, видимо, телефон, видимо, Значит, и было бы нагло просто взять и вырубить телефон, например, нажимая на кнопку выключить, да? Было бы нагло, тем более, что мама будет звонить, беспокоиться, ну, надо тебе это, тебе же не надо, ну, не мама, ну, ну, папа, ну, девушка, ну, парень твой, например, будет звонить и будет беспокоиться. Не, это плохо, надо не вырубать, надо не вырубать, и он просто, автор статьи, я имею в виду, он кастомит режим не беспокоить. Он его кастомит так, что есть специально в iOS такой режим, как не беспокоить, я за рулем. Когда у тебя телефон очень быстро движется для Apple, то iOS говорит, чувак, все, ты очень быстро едешь, скорее всего, ты на тачке, скорее всего, тебе не надо получать сообщение, notification, чтобы ты не отвлекался. Короче, и вот, и причем там не то, что даже не получать, а на сообщение можно автоматически ответить, типа, я, не беспокойте меня и какой-то текст там. Короче говоря, он кастомит этот режим, он его делает не по километражу, по твоей скорости, а по включению руками. Он выносит эту фичу просто в панель управления, то есть снизу смахиваешь хреновиной, нажимаешь на машинку, которую ты вынес в панель управления на себя в пункт управления. И эта машинка, и есть вот этот не беспокоить я за рулем, который делает просто. Он автоматически на твои сообщения отвечает, видимо, смской, очень странное решение, но, видимо, смской, отвечает, что сейчас я занят очень важными делами, типа, когда освобожусь, вам напишу, перезвоню и так далее. На самом деле, странные, охреновины. Я так понимаю, что это ответ только в сообщения, только на iOS, только, значит, тем, кто, видимо, тебе пишет только в сообщениях или звонит тебе. То есть, люди, которые, если тебе мама пишет во Вконтакте и ищет тебя во Вконтакте, то она тебя уже не найдет. Если у тебя основное общение с важными людьми тебе происходит в Телеграме, оно не ответит в Телеграме тебе, что сейчас я занят, как я понимаю. Соответственно, достаточно странная, охреновина, хоть и если вот так вот, как крайний случай, как крайний случай, что мама тебе уже начнет звонить, а ей просто ответит СМС-ка, то в принципе подходит. В принципе подходит, но, знаешь, как-то странно. Вот сам по себе, вообще, вот сам по себе именно лайфхак странный, тем более, что чувак в первом комментарии рассказывает, как это лайфхак обходить. Если написать вдруг в сообщении срочно слово, срочно, то notification все равно придет, понимаешь? Соответственно, беспокоить тебя все равно будут. Мама будет писать срочно, а ты покушал, вот так, и тебя будет задалбывать. Но суть даже не в этом. Давай, короче, с тобой немножко отскочим вообще в принципе от вот этого способа на iOS, а подумаем с тобой вообще в 2019 году, хочется ли тебе изолировать себя от звонков, сообщений и не прослыть сволочью? Хочется ли тебе иногда вот прям быть максимально недоступным? Ну, во-первых, разумеется, да. Давай так, почему вообще я это увидел? Не потому, что мне хочется быть недоступным, потому что иногда реально бывает работаешь настолько мыло в жопе, точнее, жопа в мыле. Смешно. Вот. Да и мыло в жопе тоже, знаешь, когда очень плохо поработаешь, то и тебе засунут не только мыло. Вот да. И хочется просто, чтобы телефон автоматом людям отвечал. Людям. ну вот, меня пишут, и я не могу ответить. Просто вот, ну реально, я там на скайпе. Я так понимаю, это реально работает только для сообщений. Ну, то есть, типа, ну, написали тебе в Телеграме, что дальше? Он что, в Телеграм полезет отвечать? Попробуй сейчас мне позвонить, например. Я сейчас все это проделал, включил. Давай начнем со звонка. Я думаю, со звонком не будет проблем. У меня ты, между прочим, в избранных, как бы это ни звучало сейчас странно. Вызов на соту. Это потому, чтобы ты пробился через все... Я понимаю, да, да. Через все мои уже нормальные защиты, которые на то и тебя не беспокоят. Так, ну и что, как? Я вообще вызываю, на самом деле. Возможно, мне уже говорят. Ни хрена мне не говорят. Возможно, у меня денег уже на телефоне нет. Но вообще нет, я вроде вызываю. дождитесь сигнала. Пошло, пошло, да, да. А вот теперь, странно, но Саня Гончарев теперь снова абонент в сети. Ты как-то там что делаешь? Да нет, это у меня, возможно, что-то просто как-то не ловит. Не знаю, попробуй еще раз. Давай еще раз. Это у тебя, наверное, выбросы челябинские загородили тебе путь. Билайновый. Так, звоню снова. Наверное, снова нет сигнала. Да тебе и так не дозвониться, нахрен ты. Зачем тебе вообще что-то блокировать? Ну вот, я в динамике. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Санька, Санька, ты что делаешь-то, а? Срочно, что бы сказал-то. Срочно. Ну что, короче, снова абонент в сети Билайнов. Вы можете позвонить. Может, это у меня что-то с телефоном? Давай, ладно, не суть. Короче, смс-ку попробуйте написать. Не с хрена. Ну да. Смс-ки? Тест. Доставлено написано. iMessage у нас с тобой. Ну, блин, мне на бук доставлено. Ну вот, вот, я тебе о чем говорю, что это такая тупая хрена, но мы уже с тобой доказали, что способ говно. Ну да, да. Ну смотри, смотри, давай так, я тебе расскажу про мой способ. Про мой способ. Я, короче, раз в последний, в последний месяц 2018, раза четыре уже сходил в бассейн. И одна из особенностей бассейна, это то, что ты не можешь туда заходить с телефоном. Это как одна из особенностей подвала, что-то нахрен в подвале. Вести войну в подвале, то, что нахрен в подвале. Короче, вот, ты не можешь туда зайти с телефоном, ну точнее можешь, но ты девик будешь. Соответственно, для меня бассейн это еще одна дополнительная, хотя на самом деле меня особо никто не беспокоит. Вот, я вообще не страдаю тем, что мне могут написать в час ночи и поднять меня, разбудить и так далее. Вот, но, но, короче, это какое-то, я не знаю, это дает дополнительное, такое суперспокойствие. Вот, я, получается, телефон оставляю в локере, уже говорите, в ящичке, короче, для одежды. Я думаю, все оставляют в ящика для одежды телефоны свои, то есть, это максимальная приманка для воров, короче. Просто с XS, например, можно прям плавать. Ну, хорошо, но это что-то уже все, это уже, это все. Ну, согласен, да. Да, и, короче говоря, оставляю в ящичке для одежды, и я уже, находясь, короче, в душевой, максимальная медитация происходит. Во-первых, много мужских половых органов вокруг. Во-вторых, короче, нет телефона, нельзя сфоткать их, поржать потом с друзьями. Вот. Короче говоря, медитация абсолютная, короче, под кипятком стоишь, потом плаваешь, значит, еще 45 минут, потом еще 15 минут обратно, короче, ты полностью отключился от внешнего мира, тем более, ты, это максимально не командная тема, вот, бассейн, ты, короче, просто один. Даже если ты, не знаю, пойдешь с компанией друзей, вряд ли у вас будет суперобщение в бассейне, это будет странно. Вот, это как бы не сауна. Соответственно, ты полностью отрубаешься от всего, и это супер медитация, супер, короче, всем рекомендую, на самом деле, чуваки, если хотите, просто, даже не обязательно на постоянку ходить, а просто, если хотите, ну, выпасть из своего графика и какого-нибудь там абсолютно бешеного, то сходить в бассейн. Все, собственно, все. У тебя есть еще что-то по теме вырубания себя из изолирования от общества и не про слования сволочи? Есть, есть. Просто не насрать на то, чтобы не про словачи. В основном, просто про вырубание из мира. Ты имеешь, что тебе похрену, что до тебя кто-то не доступится, главное тебе все выключить? Да, да, если я реально выключаю как-то осознанно, я предупреждаю тех троих людей, чье мнение мне вообще в этой жизни важно. Вот, и точнее, не чье мнение, а кто меня может потерять, давай так, это будет честнее просто. Вот, первый мой способ, это у меня стоит автоматическое включение не беспокоить, ну, ночного вот этого режима, с нуля до семи утра. Так. Ну, чтобы вот, ну, не прозвонился никто. Ну, мало ли дебилов, мало ли, как бы вот, ну, просто не хочу, потому что, если вдруг что-то сильное случится, во-первых, есть всегда избранное по тебе, ну, да, вот, вот, а во-вторых, как бы, ну, есть всегда там ноутбуки, телеграмм, ну, вдруг, вот, поэтому это как-то вот, да. А что касается твоего вот этого метода, я последние два раза, когда гулял с женой, я не брал телефон. Ну, или такой вариант медитации, то есть, кстати, нормально, кстати, Причем, еще из маленьких, маленьких таких, этих, лайфхаков, режим снузд, вот этот, или как он там называется, который в слайке, если вы, непосредственно у вас вся работа в слайке, с вашей командой, то вот этот режим, спящий режим в слайке, я его тоже настроил, как и на телефоне у тебя, с 12 до 7. Я тоже, я тоже в слайке. Вот, и мне никто ничего, потом с утра все пришло, я зашел, посмотрел, поэтому вот это тоже норм тема. Да? Ну, слушай, надо отдать должное, у нас в слайке ночи реально ничего не происходит, я и так самый последний оттуда ухожу. Поэтому, если там, тут как бы у нас часовые пояса, конечно, есть, но, видимо, работать никто особо не это. Не хочет. Да. Поэтому мне никто никогда не пишет по ночам, вот, но даже если и пишет, то оно один хрен через обычное не беспокоит, не пробивается, поэтому, как бы, но у меня в слайке тоже стоит авто хрень, да. Просто я видишь. Если у меня бук открыт, что у меня в буке, оно не показывало, не подпрыгивало, и не всплывало. Это причем, на самом деле, это большой вопрос к людям, которые отправляют личные сообщения, условно говоря, поздно ночью, особенно рабочие. То есть, я ничего против не имею, конечно, все круто, но это немножко неэтично, я считаю, потому что, блин, если чувак реально получит это сообщение, прочитает какое-то не очень экстренное, знаешь, там, какое-то сообщение, которое действительно, не знаю, ну, условно говоря, если DevOps получает сообщение в два ночи, что надо что-то поднять, то, наверное, он все-таки идет и поднимает, вот, ну, возможно, он одной кнопкой это поднимает, но я имею в виду, если ты получаешь сообщение какое-нибудь по разработке, там, да еще и по будущей какой-нибудь разработке сообщения поздно ночью, мне кажется, это просто неэтично со стороны чувака, который тебе присылает такое сообщение. Полностью с тобой согласен, я тоже такие вещи откладываю, я, знаешь, иногда очень даже делаю, я это вписываю и просто отправить не жму, и потом жму отправить, когда уже, ну, реально, там, или рабочие часы или что-то еще. Да, да и фидбэк быстрее получишь, не будешь мучиться, ну, в общем, короче, это намного, и сам не забудешь, короче, потому что, ну, типа, да. В общем, это крутой экспириенс, давайте будем все уважать друг друга, и тогда не придется этот лайфхак на лайфхак, я не могу смешно понимать. Чуваки что-то пытались сделать, ну, ладно, переходим к обойке, я так понимаю. Во-первых, давай перед обойкой, может быть, все-таки назовем наших героев. Я хотел после обойки, ну, ладно, давай назовем. Просто обойка, мне кажется, это должно быть нерушимо последним, почему-то я хочу эти, вот, знаешь, я консервативный, я как будто англичанин, а у нас Англия. Ну, слушай, давай я тогда свой цилиндр надену, пока буду зачитывать. Я монокль, я монокль, давай, давай, зачитывай. Я буду еще какие-то комментарии, возможно, пошлые, отпускать сальные по поводу их ников. Наши 20-долларовые патроны. Иван Мерзавцев и Константин Гончаров. То есть, два человека поддерживают нас на patreon.com slash webdesign каждый месяц так, что практически можно кушать на эти деньги. Ну, один раз, да. Ну, один раз, ну, кушать можно, но один раз, да. Окей. Наши 10-долларовые патроны. Так, это сигареты, сигареты можно один раз купить. Причем здесь, да, как раз здесь есть Ануар Балгимбаев, который раньше нам кидал именно с подписью на сигареты деньги. А. То есть, тут как бы ты прям правильно шутку сказал. Кроме него, в 10-долларовых есть граф Абалмасов, Сергей Тян и Никита Ларк. То есть, их сколько всего? Их четверо. Четверо. Ну, четверо это только на детские сигареты. Ладно, пойдем дальше. Так, да, на сладкие которые. И несколько 5-долларовых патронов. Это Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Балина Мавель, Титус, Антон Пи, Мэтт, Давид Март. Кстати, Давид Март в этом году не оплатил, у него красненькое, зря я его прочитал. Забудьте, кто это. Он в забытие просто закончит свою жизнь. Вот это жестко, вот это жестко. Да, Иван Сухин, Миша Кхохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон и Алекс Хиценко. Вот такие люди у нас в 5-долларовых. Я сейчас попробую их сосчитать. Попробуй, попробуй, Я пока скажу, что люди, которые, есть же еще 2-долларовые, да, у нас, так вот, люди, которые подписываются за минимальные, за минимальные бабки, я вас призываю делать смешные ники, просто чтобы ржать. Мы же будем так называть патронов постоянно, и можете какие-нибудь там типа веб-дизайн отстой назвать себя. И будем каждый раз это говорить за 2 доллара, почему нет. Не, мы не называем тех, кто за 2 доллара. Мы только 5 доллара минимум не называем. Придется, к сожалению, еще и 5 баксов отдать. То есть, как бы, за ее веб-дизайн отстой еще и 5 баксов придет. Окей, окей, вот это практически сейчас итоги финансового года были подведены. Ну, в общем-то, это да, да, да. 12 долларовых патронов, я посчитал, кстати. Ну, спасибо, чуваки, всем. Да, Давай-ка бойки. Вы крутые, вы крутые. Спасибо Диме Рыбалке, еще отдельно, он нам на PayPal каждый раз бабки просто кидает, каждый месяц. Красиво. идет, не хочет это делать на Патреоне. Вот, поэтому, ему тоже спасибо. Спасибо всем нашим рекламодателям за этот год, которые выходили с нами на связь, сотрудничали и остались довольными, естественно. Как же иначе-то? Если вы недовольны остались, вам не спасибо, естественно. То вы, такой вы и рекламодатель, что после нас не остались довольны. Да. Вот, поэтому, ну, я не знаю даже, как мы будем анонсировать то событие, которое у нас ждет, в субботу, или может теперь же и не в субботу, из-за того, что Саня Ефремов слился. Ну, я к тому, что не факт, что мы еще до конца прощаемся, но давайте, я думаю, что именно формат подкаста, это, конечно же, последний в 2018 году. Ну, это да, это факт. Вот, это факт. Пойдем-ка, бойки, не будем ничего обещать, потому что и так обещания... Ну, с Новым годом, мальчики и девочки. С Новым годом. С Новым годом всех, особенно вот последних список людей, и с Новым годом, остальных... Их еще и с Новым счастьем, остальных просто с Новым годом. Да, с Новым годом, чуваки, в 2019, чтобы, если вы вдруг, по какой-то причине, еще не поняли, еще не поняли, что для вас конкретно, значит, блин, я не знаю, получать удовольствие от жизни, чтобы в 2019, точно узнали, вот точно каждый из вас сказал себе, я получаю удовольствие от прослушивания, например, подкаста YoB Design, я получаю удовольствие от, например, от того, что я патрон на 5 долларов, да, или я там получаю удовольствие от чего-то другого. Короче, я вам советую в 2019 году найти то самое, возможно, когда вы будете с выключенным, с небеспокоить, или где-нибудь в бассейне плыть, или идти с девушкой с выключенным телефоном или оставили его дома, вы найдете то самое, что вам нравится конкретно в жизни, вот, если еще, конечно, не нашли, а если нашли, может быть, вы еще что-то найдете, почему нет, вот, такое от меня поздравление. Да, я, во-первых, по матеше с тобой согласен, как бы, ну, тут действительно сказану как Сократ, я вот так даже это сказал бы, да, вот, но вообще, ребята, вы просто это, если вы нас слушаете не потому, что вы разработчик, а потому, что вам нравится просто подача, то лавки вас, все, больше ничего не хочу сказать. Ни хрена, да, с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом. Обойка, обойка очень новогодняя, она зимняя, как минимум, и знаешь, если честно, почему-то вот, и должно быть мне напоминать, наверное, какое-то другое место, но мне почему-то Челябинск напоминает, потому что, знаешь, ну такое черное со снегом, во-первых, во-вторых, видно, что холодно, видно, что холодно, и такой даже туман от холода, какой-то туман от холода и от вьюги, сверху горы скрывает, ну и дорога, естественно, дорога куда-то вдаль, наш подкаст, я бы сказал, что наш подкаст, он возможно за этими горами где-то, он уже уехал вперед, он уже мчится в 2019, он наверняка на очень надежной машине, какой-нибудь, знаешь, Volvo, или какой-нибудь, знаешь, не знаю, такой, которая точно едет, как часы работает, и другие, знаешь, автомобили позади остаются, не ее, как мы сегодня поняли с тобой, и расступаются еще, расступаются, абсолютно, надежные, на супер резине, на очень дорогой едем, все, значит, идеально работает, движок справляется со всем абсолютно круто, короче, едет вперед, я надеюсь, что будет ехать вперед еще далеко, потому что, блин, ну, все-таки Volvo. Такой продукт-плейсмен легкий. Нормально. Ну, слушай, моя домашняя заготовка в том, что мне это напоминает горы Skyfall, так, вот, когда он именно туда ехал, к себе в поместье, вот наш подкаст, это поместье, ну, то есть, взорвут в конце, конечно. Консервативная хреновина, вот когда уже мальчик, мальчик маленький или большой уже наигрался в свои игрушки там, да, в спецагентов, он приходит все равно к дому, к родному, к Skyfall. Да, да, и едет на Aston Martin, не на Volvo, на твоем бездушном, а на Aston Martin хорошем, 61-го года. Ну, такая хреновина, я надеюсь, что хотя бы доедет до Skyfall. Доедет, доедет, это же значит тебя успокаивает по авторам, да, да все, нормально, доедет, что ты, давай. Ну, короче, да, еще раз всех с Новым Годом, вы молодцы, подписывайтесь на нас везде, ставьте нам везде лайки, комментарии, звездочки, колокольчики, вот это все, как вы привыкли, вот, и не будем ничего обещать, но, возможно, еще услышимся в этом году. Да, всем пока. Давайте, всем пока. С Новым Годом. С Новым Годом.